Эй, йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале ХОЛИБА! И я люблю мультики. А вы любите мультики? Напишите в комментариях, да или да. Но вот беда, в мультфильмах часто отсутствует логика. Как неожиданно. И сегодня мы будем смотреть подборочку видео 20 примеров отсутствия логики в мультфильмах. Кто бы мог подумать, что в мультфильмах иногда не бывает логики. И я, например, не мог. Давайте смотреть это видео, поехали! Сегодня все меньше мультфильмов придерживаются законов физики и логики. Приходится все больше удивлять и заставлять людей смеяться. А-ха-ха, он его облизывает! Блин, работает! Ненавижу миньонов, ставьте плюсик в комментариях, если вы тоже. ...при создании анимационных фильмов. Приветствую вас на канале I Know Channel. И сегодня я вам покажу 20 нелепых примеров отсутствия логики в мультфильмах, которые у взрослых вызывают недоумение. Я взрослый, и у меня это вызывает недоумение! У трех поросят на стене висит фотография их отца. Про... Ну, это сосиски. Подождите, вы хотите сказать, что сосиски это их батя? Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Ребята, вы должны всегда помнить, что когда вы кушаете сосисочки, возможно, вы кушаете... ...батю? ...в кого-то. Ну, хоть фотография мамы нормальная. А, а вот и мама. Ну да, мама нормальная. А как вы объясните вот это? Действительно, зачем надевать наушники на уши? Действительно, зачем надевать наушники на уши? Я взрослый, и меня это удивляет! Лайфхак пока не забыл. Если у вас наушники с проводами, и вам некуда их поставить, или, например, вам не нужно их далеко убирать, потому что вот-вот вы начнёте слушать музыку, просто делайте вот так вот. Всё! Теперь вы не только умный, но ещё и модный! Смотрите, как клёво! Это примерно та же ситуация, как и в фильме «Третий лишний», когда Тед говорил по телефону, прислоняя его вовсе не к уху. А вот ещё один схожий пример. Мистер Крабс слушает музыку глазами. Мистер Крабс! А где его уши в принципе? У него нет ушей в принципе. Чем ему ещё слушать, как не глазами, блин? К чёрту логику! К чёрту логику! Я взрослый, я не понимаю эти приколы! Том и Джерри весь день ходят голыми, однако на пляж всё же одеваются. Слушай, ну пляж это пляж. У тебя должен быть пляжный костюм. Я мечтаю о вот таком вот. Как думаете, подойдёт мне такой костюм? Если да, напишите об этом в комментариях. Комедийный мультсериал «Флинстоуны» рассказывает о жизни Фреда Флинстоуна и его друзей в каменном веке. И получается, что они празднуют Рождество ещё до рождения Христа. О боже, во Флинстоун есть христианство? С ума можно сойти. А вы знали, что Иисус был евреем? То на самом деле Санта-Клаус это всего лишь навсего маркетинговый ход. И его придумали Кока-Коле. Вот так вот, ребята, сегодня вы, блин, повзрослеете раз и навсегда. Этот мир не такой уж и весёлый, как вы могли думать. Даже такой крутой чувак с первого взгляда, как Санта-Клаус, оказывается всего лишь просто сущностью, которую создал капитализм. Добро пожаловать в нашу жизнь. Хотите сказать, что эти смурфики действительно не могут выбраться? Я не знаю, выглядит так, как будто бы могут. Но видно, не хотят. Ай, доля воровская, как и людская, не забывай совсем, и люди людское знали. Чего не хватает на этой картинке? Чего не хватает на этой картинке? Вам знакома эта комната? Нет. Как-то всё по-другому выглядит, да? К чему это было? Придётся вырезать это. Они оба псы. Однако получается, что один из них питомец, а второй хозяин. Ну, у людей было почти точно так же много веков подряд, когда люди точно так же на поводке водили других людей и называли их рабы. Блин, что-то какой-то, я думал, будет весёлый выпуск, а пока что-то как-то всё грустно и грустно. То папа сосиска, то смурфики, которые не хватят жить на свободе. Теперь вот это. Диснеевская логика в чистом виде. Зачем он прикрывается, если весь мультфильм ходит без штанов? Был у меня один знакомый, дурачок, тоже так ходил в футболке, а внизу голенький. Но когда снимал футболку, не прикрывался. Степан Петрович, блин, спасибо вам за детство! Мини Маус боится мышей, хотя по факту сама же является мышью. Ну, я бы тут поспорил. Окей? Окей. Вот это мышь, да, в натуре мышь. А вот это, ну это, возможно, это какой-то НЛО. Интересно, она так же пугается, когда видит Микки Мауса. А вот это интересно, я не знаю. А здесь просто прощай логика. Утки едят курицу. Блин, ну это жёстко, реально жёстко. Причём она меняется в размере постоянно, это странно. Или это другой ужин? Или это сын той курицы? Я не знаю, блин. Интересно, и каким образом ей удаётся так держать палочки для еды? Бро, ты слышал что-то про суперклей? Клей-момент. Клей-момент купил, зарубали пакет, к нему купил. Надышавшись этой дурью, музыку я полюбил. Её отец орудует гигантским трезубцем, но вилка поражает её воображение. Какая вилка! А вот это пример законов физики в мире с Панч Боба. Чувак через стекло может надуть мыльный пузырь. Я не понимаю, что не так? Ты шо, так никогда не делал? Автор, ё-моё. Интересно, как ему удаётся надевать на себя футболку? Скорее всего, он никогда её не снимает. В этом весь секрет. Вообще, вполне вероятно, что он был маленьким, да? Когда он был маленьким. Ему один раз в жизни её надели, и он больше с того момента никогда не снимает эту футболку. А вообще, да, я никогда не задумывался об этом. А то, что у него брови летают, никого не смущает, правильно? Окей. Сила притяжения не действует, пока не посмотришь вниз. Не проверяйте это, ребят. Не проверяйте это дома. Также то, что тебя не убивает, деформирует твоё тело. Бро, ещё Ницше писал. То, что тебя не убивает, делает нас сильнее. Или убивает всё-таки. Я не знаю, я не читал Ницше. Так были ли у Симпсонов волосы? Да, тут непонятно. Честно говоря, каждый раз, когда я смотрел на Барта или на его сестру, мне казалось, блин, непонятно. Поэтому оказывается, что это всё-таки не волосы, а они получаются все лысые, блин. Почему у чудовища не получается пользоваться приборами? Он ведь до этого был человеком. Возможно, потому что он тупой? Вырос в джунглях среди диких обезьян. И кто же его тогда бреет? Или как он пришёл к этому сам? А где бреет? Подожди. А, типа у него вообще ноль волос. Не знаю, я видел таких людей, у которых вообще нет волос на теле. Говорит Золушке, что она любовь всей его жизни. Но потом забывает, как она выглядит. И приходится мерить туфельку на всех девушках в королевстве. Ну, а это вообще классическая ситуация на дискотеке, ребята. Да и вообще в целом. Когда парень знакомится с девушкой, в первый же день говорит ей, Боже, я люблю тебя всю жизнь свою, люблю. Но потом, через 5 минут, когда он получил то, что ему надо, он такой. А мне пофиг. Ну что ж, ребята, это были тренды из 2018 года. Кому понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы хотите ещё что-то подобного, напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем... Что? А, не, подождите. Всем пока ты сидишь на диване, кто-то ломает спыгери в игре про спыгери. Часть вторая. Теперь в игре про спыгери стало всего в 2 раза больше. В игре появилось в 2 раза больше крутых блогеров. В 2 раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто. Да? Покупай крутые предметы и выбирай сам. Как будет выглядеть твоя блогерская комната? Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спыгери появилась карта. Теперь ты можешь ломать спыгери не только у себя в комнате, но ещё и в школе. Фу, школа. Отстой. Ломай спыгери на свалке. А вот это клёво. Если ты скачаешь игру про спыгери прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь ломать спыгери прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждёшь? Ссылка в описании.